Одно ваше ограничение, одна из ваших проблем, какая-то одна глупость, из-за которой страдают люди вокруг. Вам нужно избавиться от чего-то одного из этого. Вы не можете избавиться от всего сразу, но хотя бы от чего-то одного. Согласны? Потому что без трансформации это будет лишь пустая духовность. Говорить о духовности, притворяться духовным, так не пойдёт. Должна произойти какая-то трансформация, не так ли? Пожалуйста, сделайте так, чтобы пока вы живы, людям было хорошо с вами, а когда вы умрёте, они бы скучали по вам. Вот как вы должны жить. Однажды жена Шанкарана Пилая очень рассердилась на своего мужа. Она приготовила суп и положила туда пять дополнительных ложек красного перца чили. Пришла и подала суп Шанкарана Пилая. Суп был очень острым, и она очень хотела посмотреть, что же произойдёт. Она переминалась ноги на ногу перед ним, но он читал газету. Она повторяла, суп готов, суп готов. Он сказал, м-м-м, и продолжал читать газету. Тогда она решила посмотреть, действительно ли суп такой острый, и насколько в нём растворился чили. Может, суп недостаточно острый. Она решила проверить и взяла полную ложку. Суп просто взорвался у неё во рту. Из глаз плелись слёзы. Как раз в тот момент Шанкаран Пилай отложил газету, посмотрел на неё и спросил, почему ты плачешь? Она ответила, в прошлом году умерла моя мать. И она так любила этот суп. И стоило мне только увидеть эту тарелку с супом, она напомнила мне о моей матери. И у меня на глаза навернулись слёзы. «О, неужели? Ну, не переживай. Что поделаешь? Все мы рано или поздно теряем своих матерей и отцов. Не переживай». Шанкаран Пилай взял тарелку супа и вернулся к своей газете. Читая газету, он положил полную ложку себе в рот. И бум! Он просто взорвался у него во рту, словно динамит, потому что это была полная ложка. У него из глаз спылились слёзы. Затем его жена подошла и спросила, «О, ты тоже расчувствовался из-за моей мамы?» Он сказал, «Нет, я плачу не потому, что умерла твоя мать. Я плачу, потому что перед тем, как уйти, она оставила здесь тебя». Не стоит так жить. Пока вы здесь живёте, люди должны наслаждаться вашим присутствием. Когда вы умрёте, они должны скучать по вам. Если происходит обратное, значит, мы жили неправильно. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok